Здравствуйте, это НСН Новости в студии Ксения Митрофанова. Вначале коротко главная тема выпуска. Никакой вот четкой рекомендации о том, что сделать, конкретных шагов, куда обратиться, как заявление написать. В половину дешевле стартовала программа кэшбэка за летний отдых детей. Родители в ней пока не разобрались. Вот памятник повалили, вот еще один памятник повалили, вот памятник, вот видишь, вот как сломали просто его. Вандалы на кладбище в Шалинском кто-то повалил и разрушил почти десяток надгробий. В следующем году мы планируем полностью заменить полосу на новые плиты. Только самолетам можно долететь. В новой серии спецпроект о небольших, но важных аэропортах края. Что надо двигаться к 400-летию празднования основания города Красноярска. Смотреть это как на цель, как на некую перекладину, подтягиваясь на которой каждый год мы будем делать наш город лучшим. Стимул к развитию, подготовка к 400-летию Красноярска должна стать новым толчком к преображению города. Отдых в детском лагере станет в половину дешевле. Туристический кэшбэк за детский отдых должны получить все, кто уже купил или купит путевки в детские загородные лагеря. Так распорядились в правительстве. Однако на деле все иначе. Родители школьников не могут разобраться, какие лагеря в крае участвуют в новой программе. Что нужно сделать, чтобы получить желанный кэшбэк. Моя коллега Юлия Чопчес выясняла, как работает новая программа. Сижу в интернете, смотрю, захожу на разные сайты. Непонятно, информация не четкая, никакой инструкции нет, как получить этот кэшбэк, куда обратиться. Поучаствовать в новой программе детского кэшбэка Виктория Баирада. У нее трое детей. Вернуть часть денег за уже купленные путевки точно бы не отказалась. Но разобраться в новой системе она не может. А помочь некому ни в самих лагерях, ни в управлении образования, ничего пояснить не могут. Никакой четкой рекомендации о том, что сделать, конкретных шагов, куда обратиться, как заявление написать, даже список лагерей, его тоже невозможно найти, которые участвуют в этой программе. То есть пишут как-то в общем размыто о том, что руководство лагерей сейчас активно принимает участие в этой программе, и они будут добавляться на сайте. Где, на каком сайте, этого тоже ничего не известно. А должно было быть все просто и понятно. Так задумывали в правительстве. Возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря поручил президент Владимир Путин. После спешно разработали новую программу детского туристического кэшбэка. И накануне запустили ее по всей России. Участвуют в ней около тысячи детских лагерей. Полный список, говорят в Ростуризме, есть на сайте мирпутешествий.рф. Но только не красноярских. Этот раздел пуст. В Краевом агентстве по туризму объясняют, программу только запустили, механизм не отработан. Многие лагеря края не успели к ней подключиться и сейчас в процессе. В этот же день мы с нашими краевыми лагерями и с нашими краевыми туроператорами стали это прорабатывать. Там действительно такая система не очень простая с точки зрения аккредитации, получения всех разрешающих документов. Поэтому это просто процесс небыстрый. Если на федеральном уровне такие решения были приняты, сейчас вопрос техники. Вопрос о том, как организовать этот процесс, как будет проходить процесс получения этого кэшбэка. Я думаю, что 15 июня, тот срок, который обозначили для решения всех технических вопросов, в этот срок будут решены все нюансы. Но несмотря ни на что, программа все же начала свою работу, заявили в правительстве. А значит, каждый может в ней поучаствовать. И вот наша инструкция. Итак, чтобы получить кэшбэк, нужно оплатить путевку «Карты Мир». Деньги придут вам в течение пяти дней. Кэшбэк по программе составляет 50% от стоимости путевки, но все же не больше 20 тысяч рублей. Ну а теперь главное. Из 54 загородных лагерей края в программе участвуют лишь три. Это «Солнечные два», «Гренада» и «Зеленые горки». Чтобы купить путевку, вам необходимо зайти на сайт понравившегося вам лагеря. Ну а если у вас несколько детей, то деньги можно вернуть за каждую путевку. Если вы оплатили лагерь до начала программы, деньги, обещают правительстве, вы тоже получите, но уже в июне. К этому времени разработают специальную форму заявления на госуслугах. Тогда же, обещают в Ростуризме, механизм действия усовершенствуют, и программа будет работать как часы. Юлия Чопчис, Алексей Овсянников, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. ЧП на кладбище в Манском районе, в селе Шалинское. Вандалы повалили и разрушили несколько надгробий. Вот памятник повалили. Вот еще один памятник повалили. Вот еще один памятник. Вот памятник. Вот видишь, вот как сломали просто его. Памятники в таком состоянии нашли родственники, которые пришли на кладбище. Люди говорят, такое здесь уже не в первый раз. По кладбищу то и дело, проходятся хулиганы. Видимо, орудовала целая группа надгробия тяжелые. И одному человеку не под силу опрокинуть такую плиту. Территория погоста совершенно не охраняется. Местные уже обратились в полицию. Разрушителям могил может грозить уголовная ответственность по статье «Вандализм». Она предусматривает немаленький штраф и даже лишение свободы. В Ачинском районе произошла экологическая мини-катастрофа. Возле поселка Причулымский обнаружили большую яму глубиной более двух метров с неизвестным веществом. Жители села бьют тревогу. Люди боятся за детей, которые из любопытства могут туда угодить. В черную жижу собака уже упала. На месте побывал наш Собкор на западе края Светлана Саенко. Специфический запах от ямы с неизвестным веществом разносится по всей территории села. Местные жители то и дело обсуждают грязную проблему. Говорят, ждать уже нельзя. Еще немного и может случиться непоправимое. В эту черную жижу уже попадают животные. Ребятишки вытаскивали собаку из этой ямы. А я иду к почту разносу. Это экологически просто страшно. Потому что, говорю, вот они. Давайте помогу. Я вся измазалась в этой мазуте. Вся в мазуте. Все вот действительно, да, вот так вот оно и есть. Курку умазала свою. Помогла детям вытащить. А в последнюю минуту, если туда вот нечаянно свалится ребенок. Я говорю, вы как-то давайте, может, огородить как-то там, решетку, может, железную как-то. Или выкачивать, я не знаю. Они вот, они, говорю, вот они все декорали бы. Эта палка примерно 4 метра. Сейчас мы опустим ее вниз, чтобы посмотреть, какая здесь глубина. Довольно глубоко опускается. Вот, я нащупала дно. Сейчас поднимаем. Ну вот, смотрите сами. Мой рост примерно 163 сантиметра. Я бы ушла с головой. Как рассказывают жители, эта яма существовала тут еще с советских времен. На территории находилась котельная, которая отапливалась мазутом. Для этого рядом были закопаны цистерны. Позже предприятие закрылось. Но один бак так и остался в земле. И почему-то вытек. На место уже выехали специалисты Министерства экологии. И взяли пробы почвы. Будет, значит, установлено на собственник участка. И, естественно, будет посчитан ущерб, причиненный. И будет выставлен счет для возмещения у этого ущерба. Неизвестно кто. Либо предприниматель, который данная земля находит в собственности. Либо это администрация Ачинского района. Жители также переживают, что вещество может быть воспламеняющимся. И если дети захотят поиграть со спичками, беды не миновать. Мазут сам по себе в чистом виде. У него температура вспышки слишком высокая. С этой стороны это не представляет угрозы и опасность. Сейчас администрация Ачинского района ищет подрядную организацию для проведения рекультивации земли. В ближайшее время в селе будут взяты пробу питьевой воды. А прокуратура начала проверку по факту нанесения экологического ущерба природе. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов и Несей. Новости. В Несейском районе энергетикам удалось возобновить электроснабжение восьми правобережных поселков. Напомню, в понедельник проходящий по реке Плавкран зацепил стрелой провода высоковольной линии электропередачи и порвал их. Без света остались более 6 тысяч человек. Справиться с бедой помогали всемирам. Дизель-генераторы привезли из Красноярска, Хакасии и даже Кузбасса. 14 аварийных бригад восстанавливали подачу электроэнергии через поврежденный участок ЛЭП. Все это время ситуация была на контроле у губернатора края. Александр Ус отметил, что оперативно решить проблему удалось благодаря слаженной работе всех подразделений. Буквально через полчаса включились все наши оперативные службы, энергетики. И для того, чтобы восстановить электроснабжение, были переправлены на этот берег целый комплекс, что называется, наших дизелей. И в итоге основные объекты жизнеобеспечения удалось запитать. Конечно, жители беспокоились, есть немало там проблем и неудобств. Но в то же время у нас есть основания сказать спасибо всем, кто оперативно работал на ликвидацию этой аварии. КОНЕЦ Диксон, Вановара, Кодинск. Как будут развиваться аэропорты малых городов? Об этом далее. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените. Скидку до 20%. КМК. Всегда удобно. Варикоз – это необратимое заболевание. Его грозное осложнение – образование тромба. Удаление варикоза. Без разрезов, без наркоза. За 40 минут в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». 205-45-01. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43. Покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Отвлекаешься за рулем? Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Вы смотрите новости на телеканале НЕСЕЙ. Мы продолжаем выпуск. И, кстати, если у вас есть чем с нами поделиться, то звоните к нам в редакцию по номеру 236-01-36, и мы обязательно вам ответим. Ну а Красноярс готовится к празднованию 400-летия. Губернатор края Александр Ус провел совещание по подготовке к юбилею города. Обсудили сегодняшнее положение дел и планы. Что еще только предстоит благоустроить. Одна из главных задач – преобразить городскую среду. Празднование 400-летия на особом контроле у главы региона. Он вместе со специалистами буквально накануне осмотрел объекты, которые необходимо привести в порядок. Разработана целая концепция по развитию инфраструктуры. В планах создание сети причалов на НЕСЕЕ, строительство парковых колец и аквапарка. Ну а в этом году необходимо обустроить 20 общественных пространств, в том числе и театральную площадь. «Надо двигаться к 14-летию празднования основания города Красноярска. Смотреть это как на цель, как на некую перекладину, подтягиваясь на которой каждый год мы будем делать наш город лучший. Коль скоро вот это празднование не должно быть для нас целью, конечной, каким-то праздником и датой, это мы должны превратить в процесс созидания нашего будущего, как бы пафосно это ни звучало». «Мы обсуждали с активистами в каждом районе 14 отдельных направлений, 14 кластеров развития, для того, чтобы каждый мог увидеть себя, каждая территория могла увидеть себя в этом большом проекте. То есть это как мозаика собирается». Красноярский край присоединился к международной акции «Сад памяти». Лес вокруг краевой столицы пополнился четырьмя тысячами маленьких елочек. Волонтеры вместе с губернатором высаживали трехлетние хвойные деревья. Подробности в сюжете далее. Эти сеянцы сибирской ели будут расти в лесу в Емеляновском районе. Их сегодня высадили участники акции «Сад памяти». Таким образом, они увековечили подвиг погибших героев Великой Отечественной войны. «Каждое дерево, говорят волонтеры, это память и дань фронтовика». Высаживают деревья студенты и школьники вместе с родителями. Для некоторых это личная история. «У меня была бабушка, она была 25-го года рождения, то есть она как раз попала в войну в районе Архангельска. Ну, она была в тылу, конечно, и вот у нее там погибли друзья, в общем-то, одноклассники. Мы хотели, конечно, честь него, вот этого друга бабушкиного и других ее одноклассников посадить эти елочки». Свои деревья сегодня высадили губернатор Александр Усый Дмитрий Свиридов, председатель законодательного собрания края. Всего в ходе акции в 43-х районах на площади 20 гектаров появится почти 24 тысячи живых памятников героям. Это еще и значимый вклад в экологию. «В крае год от года на протяжении последних по меньшей мере трех лет наращиваются темпы лесовосстановления. В прошлом году мы приросли. У нас в планах в этом году увеличить показатели еще на 20%. А главная задача в перспективе сделать таким образом, чтобы высаживалось и восстанавливалось не меньше, чем сегодня вырубается». По плану к 2024-му восстанавливать должны ежегодно около 100 тысяч гектаров. «Мы можем возле источника воды остановиться. Тут же мы воду забираем, через насос она подается. Длины рукавов хватает в пределах 300-400 метров». А это современная техника, чтобы оперативно обнаруживать и тушить очаги возгорания в лесах. Ее сегодня вручил губернатор пожарным в рамках нацпроекта «Экология». Также она поможет предотвращать возгорание в лесах. «Профилактика – это у нас профилактическое выжигание сухой травы, прокладка противопожарных полос, чтобы разделить лесной массив, чтобы останавливать пожар. Техника удобная, надежная, мобильная, главное. Оперативно можем работать теперь по выезду на пожары». Всего в этом году лесопожарный центр приобрел 80 единиц техники и 216 единиц оборудования. Что касается акции «Сады памяти», присоединиться к проекту может любой желающий. Например, высадить дерево у себя во дворе. Дина Хатяшвили, Влада Калиниченко, Андрей Панкратс, Енисей. Новости. Около 60 наименований хлебобулочных изделий собственного производства, несколько десятков разновидностей мясных деликатесов и пельменей, как дома в Каратузском районе. Подобных небольших предприятий в районах края станет больше благодаря новой госпрограмме по комплексному развитию. Что это даст краю, как успехи предпринимателей отразятся на жизни поселков, расскажет Ольга Максюшина. «Сердце производства – это кухер. Поздравьте нас, пожалуйста. Наконец-то мы приобрели себе». Выглядит, как настоящая космическая установка, да и стоимость практически космос. Ни много, ни мало – 6 миллионов рублей. Только вот без этого оборудования на колбасном производстве просто никуда. Хозяйка Елена Подлеснова проводит экскурсию по своему мини-заводу. Здесь и мясные деликатесы, и полуфабрикаты. Кстати, пельмени тут лепят вручную, как дома за большим семейным столом. Работники, говорит Елена, на вес золота. Каждому стараются помочь, чем могут. «Мы построили уже два дома сами, построили своим сотрудникам. Строил у меня супруг. То есть нам пришлось открыть ОКВЭД по строительству, чтобы действительно не просто с этих денег заработать, а построить людям достойное жилье, чтобы этих денег хватило прямо на хорошие дома». Комплексный проект развития обсудили, что называется на месте. Министр экономики и регионального развития Егор Васильев посетил предприятие заготовки и переработки древесины. После побывал в семейной пекарне. Предприятию всего два года. Сегодня здесь выпускают более 50 наименований хлебобулочных изделий ежедневно. Заливной, ситный, пшеничный, ржаной хлеб на закваске. Стараются обеспечить весь район продукцией собственного производства. Местные власти уверены, хоть и успехи пока не велики, точки роста уже налицо. «С предпринимателями мы находим точки соприкосновения в общий язык и на каких-то паритетных началах договариваться, в том числе и благоустройство. Это в том числе и образцы, такие островки благоустройства на территории Каратурского района. Здесь они нам здорово помогают, помимо того, что на своих территориях они активно участвуют в жизни района в целом». В ходе рабочей поездки Егора Васильева состоялось заседание Ассоциации глав местного самоуправления в посёлке Курагина, где обсудили новую госпрограмму – комплексное развитие территории Красноярского края. Задача проекта – развитие отдалённых уголков юга края с их особенностями и местными жемчужинами. «Южная территория стала приоритетной, пионерской с точки зрения развития самозанятости. Здесь возводятся и пункты закупа дикорастущей продукции, здесь опробируются новые меры поддержки кооперативов, здесь личные подсобные хозяйства и малые фермерские хозяйства получают наибольшую поддержку и, соответственно, развиваются». По мнению министра экономики и регионального развития, гармония между уровнем производства и качеством жизни – это и есть комплексный подход к развитию территорий. Даже в глубинке нужен детский сад, спортивная площадка, дом культуры и нормальные дороги, по которым приятно возвращаться с работы домой. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Региональные аэропорты – тема нашей следующей серии проекта «Вектор развития». Сегодня мы расскажем, сколько аэровокзалов работает в крае, в каком они состоянии, планируется ли в них ремонт. Ну а подробности у Екатерины Любимы. Кодинск, Богучана, Северо-Енисейск, Вановара, Мотыгина. В Красноярском крае почти два десятка аэровокзалов. Самый северный – аэропорт «Диксон». Его построили в 1954 году в суровых климатических условиях на небольшом острове в Енисейском заливе Карского моря. Навигация на «Диксоне» очень короткая – всего месяц, с конца июля до конца августа. Поэтому авиация здесь – единственный круглогодичный вид транспорта. Первое здание аэровокзала простояло 65 лет. И в последние годы буквально рассыпалось на глазах. Там использовалась только одна комната. Там не было канализации, водоснабжения, туалет. В Арктике был на улице. Пассажиры ютились в одной маленькой комнате вместе с сотрудниками и персоналом аэропорта. Ну, просто ужасные были условия. Было принято решение сделать блок-модульное здание сооружения, которое будет отвечать всем требованиям законодательства. Новый аэровокзал смонтировали всего за четыре месяца. Это двухэтажное блок-модульное здание. Здесь есть помещение для пассажиров, полиции, сотрудников пограничного контроля, а также комнаты для персонала. Сейчас аэропорт принимает самолеты один-два раза в неделю. Иногда из-за снегопада или тумана рейс на Диксен могут отменить. В это время выбраться или попасть на остров просто невозможно. А это уже аэропорт Горный в Ивенкиском поселке Тура. Здесь тоже недавно завершили ремонт. Внешний аэровокзал совсем не изменился. Зато внутри все хорошенько, откапиталили. Новое здесь все. Окна, двери, облицовка. На полу тактильная плитка. На очереди ремонт взлетно-посадочной полосы. В 2020 году мы завезли порядка 500 плит для ремонта взлетно-посадочной полосы. В этом году мы завозим еще порядка 1400 плит. И в следующем году мы планируем полностью заменить полосу на новые плиты. Пассажиры таким преображением аэровокзала, конечно, довольны. Говорят, все ветшало на их глазах. Твердо стоим. Тепло, светло. Чистенько. Хорошо, красиво. По сравнению с тем, что было лучше раньше, наверное, на порядок улучшилось. В целом, конечно, косметический ремонт сделан хорошо. Стало теплее. Не узнать после модернизации и аэровокзал Туруханск. В 2020 году его даже признали лучшим в номинации «Малые аэропорты России». Привели в порядок и терминал в поселке Бор, который еще называют «Подкаменная Тунгуска». А в северо-Енисейске появилось сигнальное оборудование. Теперь взлетать и садиться самолеты могут даже ночью. Такой большой ремонт и восстановление региональных аэропортов начался пару лет назад, когда часть воздушных гаваней передали в федеральную собственность. До 2019 года все расходы на содержание аэровокзалов были полностью на бюджете края. Мы начинаем модернизацию аэропорта Хаттанга, который нужен и для самих пассажиров, для наших красноярцев. Ну и думаю, что буквально через год начнутся полеты на Северный полюс, поэтому Хаттанга будет еще очень важным туристическим центром. Относительно недавно отремонтировали и взлетную полосу, и рулежные дорожки в Енисейске. И вот будем двигаться дальше к восстановлению той инфраструктуры, которая была в социалистические времена. На очереди ремонт аэровокзалов еще в нескольких населенных пунктах. В планах обновить взлетно-посадочную полосу в селе Ванавара. Изначально она располагалась вдоль берега. В 1950-м ее перенесли подальше от реки. С тех пор ни одной плиты там заменено не было. Новое здание появится и в селе Байкит. Специалисты говорят, ни один региональный аэропорт не оставят без внимания. Катерина Любим, Денис Тимошенко и Алексей Гусев. Енисей. Новости. В Красноярском крае, как и по всей стране, продолжается предварительное голосование Диной России по выборам в Госдуму и Заксобрании. Оно продлится до 30 мая. В это время избиратели смогут проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов. В этом году процедура впервые проводится в онлайн-режиме. Кандидаты борются за голоса жителей края, чтобы потом представлять их интересы в Госдуме и Законодательном собрании Красноярского края. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая выдвигает кандидатов, исходя из мнения самих избирателей. Чтобы поучаствовать в предварительном голосовании, нужно зайти на сайт «Единой России», нажать кнопку «Хочу проголосовать». Многие уже сделали там свой выбор. И вот что о важности этапа предварительного голосования думают известные красноярцы. Я считаю, что хорошая инициатива, что все размещено на сайте. Ты можешь зайти, посмотреть в удобное для тебя время. Зашел, посмотрел, цивилизованно проголосовал, посмотрел кандидатов. Кого-то мы уже очень хорошо знаем, знаем их работу, кого-то вообще не знаем, с кем-то знакомимся. И для того, чтобы партия вообще определилась, ну, а кто на самом деле достойный, ну, я считаю, что это вполне правомерно спросить мнение народа, спросить мнение вот разных людей, кого они видят вообще кандидатами. Не партия, в данной ситуации не партия выдвигает кандидатов, а народ выдвигает кандидатов и партия их рассматривает, достойный, недостойный. В списках избирателей окажутся те люди, которых я знаю лично, знаю их как ответственных, порядочных людей и которые готовы выполнить все наказы своих избирателей. Поэтому я одна из многих пойду на предварительное голосование по вот этим именно людям. Красноярск встречает участников международного турнира по вольной борьбе. Подробности далее. И я Игорь Митетин, практикующий хирург-онколог. Меня беспокоит, что в последние годы рак молочной железы сильно помолодел. Порядите бесплатное обследование в поликлинике. Раннее выявление болезни помогает избежать серьезных последствий. Ваш долг превышает 300 тысяч рублей. У вас больше нет сил платить по кредитам. Узнайте, как можно официально списать все ваши долги. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Мы решим ваш вопрос. Действительно выгодные предложения на автомобиле «Лада» у официального дилера «Лада Центр». Доступна покупка в кредит без первоначального взноса. Узнайте больше. Красноярск. Партизана железняка 25. Телефон 234-63-70. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому. На Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика «Смайл». Более точная и менее травматичная. Только в «Смайл-центре» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Медицинский центр защиты здоровья – это лечение грыж без операции. Вы сможете забыть о боли при защемлении и деформации позвонков. Тракционный стол – это безболезненное лечение позвоночника. Мануальная терапия, блокады и плазмотерапия. Город Красноярск, улица Баграда, 132. Смайл-центре. С четверга начинаются предварительные схватки. Турнир будет сегодня 4 дня у нас. И четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вы знаете, изменились правила, что теперь в одной весовой категории проводят схватки в течение двух дней. Поэтому у нас турнир растянут на 4 дня. А самые яркие моменты турнира мы покажем на нашем канале. Так что следите за программой. Ну а после выпуска новостей смотрите на НИСИ интервью с вице-президентом Международной Федерации Борьбы Натальи Ярыгиной. Кто заменит зарубежных спортсменов, у которых не получилось приехать на турнир. Сколько красноярских борцов могут поехать в составе сборной на Олимпиаду в Японию. А еще Наталья Алексеевна поделилась своими воспоминаниями о великом тренере Дмитрии Георгиевичем Диашвили. Он же приходил к моим родителям сватать меня с Иваном. Сначала мы... Ну что, у меня в школе училась. У него шок был. Он, конечно, как он потом говорил, испугался, что Иван уедет ко мне в Башкирию. Что вдруг за мной. Но когда уже понял, что я еду, он переживал. Ну, пришлось ему роль свата выполнять. И он раз пошел сватать меня, я думаю, значит, поддержал. Телефон редакции новостей 236-0136. Адрес в интернете 3W-ENISEI-TV. На этом наш выпуск завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго. До свидания. Хорошая новость. В Красноярске вновь открылась белорусская ярмарка обуви. А это значит, что люди, испытывающие проблемы с ногами, теперь могут подобрать себе подходящую пару обуви и забыть про неудобства. У вас высокий взъем, широкая голенища, выпирающая косточка и ассортимент обычных магазинов вам не подходит? Тогда вам сюда. На ярмарке вся обувь только из высококачественных материалов. С ортопедической колодкой и стелькой, что позволяет снимать нагрузку с суставов и позвоночника. Здесь вы без труда подберите себе пару обуви. Как мужскую, так и женскую. Женский размерный ряд до 44-го, мужской до 49-го размера. Мы заметно пополнили свой ассортимент летней и демисезонной коллекции. А это значит, что выбор просто огромный. Так как у меня проблемы с ногами, поэтому мы с сестрой решили съездить и подобрать себе удобную обувь. Подобрала. Нормальная, я довольна. Мягкая обувь. Здесь же, в ДК Краза, открылась еще одна уникальная ярмарка узбекского трикотажа из стопроцентного хлопка. Я пришла сюда на выставку, на ярмарку узбекского хлопка, найти себе домашнюю одежду. Поэтому пойду смотреть. А внимательные продавцы-консультанты помогут каждому покупателю и с выбором, и с примеркой. Кстати, примерять такие качественные вещи – одно удовольствие. Ведь испокон веков хлопок считается белым золотом, так как обладает гипоаллергенными свойствами. Поэтому такую одежду с комфортом носят как взрослые, так и дети. На ярмарке описаны как мужская, так и женская одежда. Футболки, сорочки, ночнушки, спортивные костюмы, трусы, носки. И все это из натурального хлопка. Придя на ярмарку узбекского трикотажа, вы можете существенно сэкономить, так как наши цены от производителя. Порадуйте себя обновками на белорусской ярмарке обуви и ярмарке узбекского трикотажа. С 25 мая по 1 июня включительно. ДК Краза, улица Тельмана, 30. Прогноз погоды в Красноярском крае на четверг, 27 мая. В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии переменная облачность. Небольшой снег лишь местами. Ночью от минус 4 до плюс 2 градусов. Дневная температура от минус 2 в Диксоне до плюс 14 в туре. В северной группе районов Красноярского края облачно. Повсеместно пройдет дождь. Ночная температура минус 1 плюс 3. Днем плюс 12 плюс 15 градусов. В восточной части региона пасмурно и дождливо. Ночью до плюс 4. Днем плюс 14 плюс 17 градусов. В центральных районах Красноярского края переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до плюс 7. Дневная температура до плюс 18 градусов. В западной группе облачно повсеместно пройдут дожди. Ночная температура плюс 6, плюс 10. В светлое время суток до плюс 27 градусов. На юге Красноярского края облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ночью от плюс 6 до плюс 11. Днем от плюс 24 до плюс 30 градусов. В Красноярске 27 мая облачная погода. Синоптики прогнозируют дождь. В темное время суток до плюс 7. Днем до плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова